В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот и некоторые темы этого выпуска. Малый бизнес Рязанской области обеспечивает более трети регионального валового продукта. Инженеры из Рязани построили самую быструю в Россию лодку на солнечных батареях. Активисты сегодня навели порядок на озере Орешек, и рязанская скорая помощь стала оснащенной на семь новых машин. Малый бизнес Рязанской области обеспечивает более трети регионального валового продукта. Об этом говорилось на форуме «Малый и средний бизнес. Стратегия развития». Собравшись, обсудили возможности поддержки малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровнях. На состоявшемся форуме рассматривались вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства на федеральном и региональном уровнях. В начале мероприятия гостей приветствовал председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин. В этом году принята федеральная стратегия развития малого и среднего бизнеса до 2030 года. И сегодня основная задача нас, участников форума, обсудить наши дальнейшие действия по реализации стратегии на территории Рязанской области. Нам важно подумать о возможных дополнительных мерах и возможных корректировках уже существующих, которые будут помогать бизнесу успешно развиваться, создавать рабочие места и повышать эффективность нашей экономики. По словам Аркадия Фомина, развитие этой сферы приведет к увеличению доходной части бюджета и, как следствие, к повышению качества жизни граждан. Он также выразил уверенность, что в ходе круглых столов, мастер-классов и секций, которые состоятся в тот же день для предпринимателей, будут озвучены действительно профессиональные предложения, основанные на уже имеющемся опыте работы. Его мнение разделили и представители регионального правительства. Малый бизнес дает рабочие места и стабильный заработок третье население Рязанской области, обеспечивая 31% валового регионального продукта. По словам Сергея Самохина, создание конкурентно способной современной экономики невозможно без развития малого и среднего предпринимательства. На заседании перед собравшимися была произведена демонстрация восьми основных направлений, по которым будет реализовываться стратегия развития малого и среднего бизнеса в стране. Каждый же регион может выбрать, как применить конкретно под себя эти направления. В ходе круглых столов предприниматели могли вносить свои предложения и идеи, которые приемлемы как раз для Рязанского региона. В это же время со стороны Федеральной корпорации развития МСП предоставляются реальные программы по поддержке этих идей. Вот одна из них. Совместно с банками-партнерами, в настоящее время таких банков 12, это наиболее крупные банки, корпорация реализует предоставление с участием банков, предоставляются кредиты субъекта малого и среднего предпринимательства под 10 и 11 процентов. Это кредиты для инвестиционных целей, для пополнения оборотных средств. Вероника Путилина, оценивая сотрудничество с регионом на данный момент, отметила, что в Рязанской области уделяется большое внимание развитию малого и среднего бизнеса. В регионе грамотно выстроена работа по информированию предпринимателей о мерах господдержки и предоставлению государственных и муниципальных услуг через систему МФЦ. После завершения пленарного заседания участники форума занялись работой за круглыми столами. Рязань присоединилась к всероссийской акции «Вода России». Ее цель – очистить водоемы по всей стране. Программа стартовала 1 июля и продлится до 30 сентября. На данный момент провели работы во многих населенных пунктах области. А сегодня активисты навели порядок на озере Орешек. Бесспорно, лесополоса от торгового городка и до озера Ореховое является излюбленной зоной отдыха горожан. Это одно из самых удобных мест для совершения утренней пробежки, вечернего катания на велосипедах, прогулки молодых парочек и пожилых людей. Но за теплый сезон у прибрежной зоны скапливается большое количество мусора. Несомненно, радует, что ответственных горожан, желающих поддерживать город в чистоте, намного больше, чем любителей разбросать свои отходы. Сегодня на Орешке прошел субботник. Сегодня здесь мы собрались для того, чтобы провести уборку береговой линии реки Ака и реки Трубиш от проезда речников до впадения в реку Ака. Здесь постоянно скапливается мусор от отдыхающих. Люди с собой его не убирают, поэтому возникает постоянная необходимость здесь наводить порядок. Уборка зеленых зон тема актуальна не только по весне, но и в преддверии зимы. Ведь ничего хорошего не выйдет, если слой снега спрячет под собой бытовые отходы, оставленные отдыхающими за лето. Потому субботники осенью проводятся также активно. Ну а участие Рязани в акции «Вода России» стало уже доброй традицией. Откликнулись на предложение на проведение этой акции и Министерство природопользования и экологии Рязанской области. Они поддержали первую эту акцию. Росприроднадзор по Рязанской области, отдел водных ресурсов Московского, бассейноводного управления, Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура, а также волонтеры. Администрация города оказывает как техническую поддержку, это предоставляет транспорт для вывоза мусора, предоставляет шансовый инструмент и мешки, ну и волонтеры. В общей сложности, наверное, сегодня здесь нас будет человек 70. Честно говоря, таким занимаюсь уже не первый раз. Ну, надоедает уже. Особенно вот если вот иду, около своего дома, и уходу в своем дом, конечно, убираю. И выхожу, и на том месте, где убирал, опять грязь появляется. Напрягает очень сильно. Здесь летом каждый день появляюсь. Ну, очень много мусора. Отдыхают здесь все. Я думаю, это одна из самых лучших таких рекреационных наших зон. Особенно даже сейчас, в внутреннее время, видно, что мамы с детьми гуляют. И надо, чтобы даже, в первую очередь, здоровье детей. Было экологически, как говорится, чистым и дышалось нам лучше. Поэтому нужно убирать как можно чаще. С 19 сентября будет официально объявлен месячник по благоустройству города. Каждый желающий сможет начать делать Рязань еще красивее со своего двора, а в дальнейшем подключиться и к массовой уборке города. Семь новых автомобилей скорой помощи сегодня выстроились в ряд на площади театральные. Машины оборудованы по современным стандартам. Начиная от удобных кресел и носилок до реанимационного оборудования. Новые «Газели» заменят пятую часть автопарка Рязанской станции скорой помощи и отправятся по маршруту уже со следующей недели. На торжественном вручении автомобилей побывала моя коллега Анна Герцовская. Машина скорой помощи – это первая инстанция на пути к спасению человека. Это даже не реанимационный автомобиль, но здесь есть все необходимое, чтобы спасти человека даже при остановке дыхания, сердца и прочих серьезных проблемах. Семь новых «Газелей» пока еще опечатаны, но внутри каждой из машин ждет своей работы новое оборудование. Трудно поспорить, что в механизме работы скорой помощи автомобиль является одним из ключевых факторов. Машины оборудованы самым необходимым для оказания первой медицинской помощи. То есть в машине имеется дефибриллятор, аппарат ЭКГ, глюкометр имеется, ингалятор, отсос. Медработники рады. Они признаются, что очень благодарны государству за новые автомобили, которые улучшат и условия их труда, и повлияют на мобильность скорой помощи. Вручить ключи от белокрасных машин сотрудникам скорой помощи приехал губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Вот эти машины, они позволят вам оказывать ту необходимую скорую медицинскую помощь людям более качественно, более эффективно. Да и, думаю, и работаться в этих условиях самому персоналу, и водителям, и врачам, и фитшерам будет, конечно, безусловно, наверное, комфортнее и увереннее. Они будут себя чувствовать. Председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, который посещает область с рабочей поездкой, в свою очередь отметил, что программа, благодаря которой автопарк скорой помощи пополнился, продолжится. Национальный проект здоровья возвращается в страну на совершенно новом, качественном уровне. Мы начинаем второй этап. Эти машины – это первая, самая небольшая часть того этапа, который сегодня начинается. Вскоре регион получит еще четыре полноприводных УАЗа для нужд скорой помощи. Они поступят в центральные районные больницы Касимовского, Старожиловского, Сапожковского и Ермешинского районов. В Рязани сегодня прошла ярмарка вакансий для молодежи. Соискателям предложили около 500 вакансий от более чем 30 работодателей. В ярмарке принимают участие предприятия промышленного комплекса, сельского хозяйства, медицинские организации, работающие как в областном центре, так и в районах региона. Расцветай Рязань трудом молодых – такое название получила ярмарка вакансий в этом году. Соискатели могли выбрать среди 500 вакансий от более чем 30 работодателей. Средняя заработная плата по предложенным местам превышает 20 тысяч рублей. Посетители ярмарки смогли узнать об имеющихся вакансиях в стране и заполнить резюме для формирования банка данных, получив консультации специалистов. Особое внимание на ярмарке уделяется тем, кто только окончил обучение и тем, кто решил совместить работу с учебой. Закончились выпускные, прошло лето. Ребята некоторые, которые только что закончили студенческую скамье, успели, наверное, посмотреть, на что они способны, попробовать те силы, которые, может быть, уже в студенческой скамье на практику были направлены на телепреприятие. Поняв, либо кто-то трудоустроился, либо нет, мы всегда подводим итоги. Вот осень для того, чтобы охватить всех тех ребят, которые заканчивают наше образовательное учреждение и среднепрофессиональное образование, и высшего, для того, чтобы предложить, скажем так, все то, что есть на рынке. Поэтому не зря мы это проводим и на начале сентября. Мы перед этим проводили аналитику, мониторинг наших образовательных учреждений с пониманием, кто же из выпускников до сих пор остался без работы. Четко видели даже фамилии, имя, отчество. Соответственно, мы лично с ними связались и пригласили на ярмарку вакансии. Новый формат ярмарки вакансии этого года позволил выйти за пределы города. Восемь муниципальных образований также находятся в поисках сотрудников. Мероприятия впервые организованы по кустовому принципу. Это сделано для того, чтобы крупные предприятия, которые находятся в области, также смогли предложить вакансии не только в Рязани, но и в непосредственной близости от себя. Наша молодежь, она имеет возможность сегодня быть мобильной. И ничего не сделали того, чтобы жить в одном городе, работать в другом или там какой-то период времени поработать в другой местности. Лишь бы, как мы говорили, было развивающееся предприятие, достойная заработная плата. Поэтому мы надеемся, что за нашим молодежью это потенциал, это развитие региона. И мы максимально сделаем все усилия для того, чтобы осуществить вот эту стычку между работодателями и нашим заинтересованным молодежью в работе. 12 сентября в МКЦ пройдет марафон ярмарок вакансий рабочих мест для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Осень для многих – это самое красивое время года. Ее воспевают поэты и художники. Может быть, именно поэтому Всемирный день красоты отмечается сегодня в один из прекрасных осенних дней. Мы желаем вам находить красоту в каждом моменте, быть и чувствовать себя красивыми всегда и везде. О погоде в предстоящие выходные расскажет Наталья Новикова. В сентябре погода в нашем регионе довольно неустойчивая. Циклоны с Атлантики часто сменяют друг друга, а между ними вклиниваются гребни высокого давления, с которыми связаны периоды теплой и солнечной погоды. Вчера жители нашего города напугал сильный ветер, интенсивный дождь и понижение температуры. Но такая погода задержалась только на сутки. Вслед за холодным фронтом уже сегодня начало расти атмосферное давление и распространять свое влияние антициклон из Европы. Он, конечно, не безупречен и не очень мощный, поэтому без кратковременных дождей не обошлось. В субботу давление еще немного подрастет, осадки ожидаются кратковременные, небольшие и только местами при переменной облачности и проблесках солнца до 18 градусов тепла. А вот ветер по-прежнему будет дуть с севера-запада, днем, причем, достаточно и сильно, со скоростью 5-10 метров в секунду. В воскресенье ожидается вполне комфортная, преимущественно солнечная погода. Только с утра будет прохладно, воздух остынет до 80 градусов, днем при переменной облачности и с тихшим ветрием воздух прогреется до 18-20 градусов. Наш регион по-прежнему будет опекать антициклон запада и только к вечеру 11 сентября станет больше облаков, предвещая приближение фронтов с запада. А вот настоящего бабьего лета придется немного подождать. Синоптики обещают, что эта прекрасная пора наступит лишь во второй, а то и в третьей декаде сентября. И напоследок. В первых числах сентября во Владивостоке состоялись уникальные инженерные соревнования «Солнечная регата-2016». Рязанская команда конструкторского бюро «Аврора» одержала в них победу. Владивосток встретил «Солнечную регату» пасмурной погоды и стремительно надвигающимся тайфуном. Несмотря на сильный дождь, когда стих ветер, первой вышла на воду лодка рязанской команды, и циклон будто бы отступил. Инженерное детище «Авроры» – лодка на солнечных батареях, выполнена из металла и движется исключительно за счет электрической энергии, получаемой от солнечных батарей, которые также изготовлены в Рязани. Лодка разгоняется до 35 км в час, что является довольно высокой скоростью на воде, в особенности для лодок на электрической тяге. О соревнованиях и других проектах конструкторского бюро «Аврора» смотрите полное интервью с его коммерческим директором Виталием Савельевым на наших каналах в программе «Городские встречи». На этом у меня все. Завтра подведем итоги недели. А пока – хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова